друзья всем привет сегодня я вам расскажу о том как можно получить вид на жительство в одной из европейских стран это италии для финансово независимых лиц первое что вам потребуется для оформления такого типа вида на жительство это подтвердить ваш доход этот доход может быть от сдачи в аренду вашей недвижимости которая находится у вас в собственности также это может быть доход от всевозможных акций облигаций дивиденды всевозможные инвестиционные выплаты также сюда мы можем отнести государственные пособие пенсии возможно даже какие-то долговые обязательства а также в случае если вы работаете дистанционно у вас имеются договора на оказание всевозможных услуг и вы получаете выплаты по этим договорам эти выплаты являются систематически это также можно подтвердить наличие вашего дохода сумма такого дохода должна составлять 31 тысяча евро в год на главного заявителя если вы планируете получить вид на жительство для всей семьи то вам потребуется 20 процентов плюс к второстепенному заявителю то есть если главным является супруг для супруги потребуется плюс 20 процентов от заявленной суммы и 5 процентов на каждого ребенка в случае с 1 ребенок 5 процентов если это два ребенка соответственно это два раза по 5 процентов вид на жительство для финансово независимых лиц выдается сроком на один год с возможностью продления не выезжая из страны значит в этом случае имеется ограничение по количеству проживания дней в данной стране то есть вы должны проживать более 181 дня в случае если вы нарушаете данные сроки то при продлении вида на жительство вам может быть отказан поэтому здесь имейте ввиду поскольку многие хотят получить вид на жительство не проживать в стране и ездить по европе к сожалению возможно такой тип вам не совсем подойдет потому что в стране все-таки проживать придется еще одним документом который необходимо будет предоставить это договор о наличии недвижимости либо в аренде либо в собственности то есть разницы собственно говоря никакой нет вы можете жить как в арендованном жилье так и приобрести недвижимость в собственности самое главное чтобы она находилась на территории италии также ко всему пакету документов необходимо будет приложить страховой медицинский полис на всю семью таким образом комплект всех необходимых документов будет укомплектовать конечно я хочу дополнить что в каждом индивидуальном случае могут потребоваться документы кабу которые будут немного отличаться от этого списка в любом случае перед подачей всех документов необходимо будет просит проконсультироваться со специалистом с профессионалом да лучше всего если это будет миграционный адвокат итальянский на если это гражданско-правовой итальянский адвокат это будет самый лучший вариант также хочу дополнить что если у вас остаются какие-либо вопросы относительно данного типа вида на жительство вы можете задавать их по номеру телефона который будет указан на экране или в личные сообщения в инстаграм а также комментариях по этому видео хочу попросить подписаться на этот youtube канал потому что в ближайшем будущем мы будем выпускать все больше и больше новых видеороликов в которых мы будем рассказывать самые актуальные самые интересные новости и способы получения вид на жительство гражданство работы и учебы за рубежом спасибо за просмотр всем пока